Итак дорогие телезрители мы опять в эфире у нас очередная программа разговор о медицине и сегодня мы поговорим очень интересную тему это влияние солнечных лучей на кожу человека сегодня у нас в гостях Харудинова Рузеля Рафиковна врач дерматовенеролог клинического областного кожно-минерологического диспансера скажите пожалуйста начну сразу с главного вот солнечные лучи как они вообще воздействуют на кожу человека и вообще какое влияние оказывают ну во-первых солнечные лучи на кожу человека хорошего влияния как бы не оказывает это всегда усугубляет кожный процесс за счет того что происходит старение и гибель клетки тем самым происходит фото старение и усугубляет процесс то есть перерождение доброкачественных образований злокачественного образования но все равно мы наших телезрителей не переубедим чтобы они не находились на солнце все равно мы все любим загорать любим находиться под солнечными лучами прямыми и поэтому скажешь пожалуйста вот все-таки при ожогах уже непосредственно вот получил человек загар да и он превышает до какой-то степени вот этого воздействия солнечных лучей какую какую вообще помощь нужно оказать вот в первые минуты первые часы вот ну вообще первая помощь должна быть оказана чем быстрее тем лучше первую очередь это нужно пострадавшего даже переместить в темное в темное прохладное помещение и помощь должна первое заключаться в том чтобы если как бы легкое идет поражение то можно как бы обойтись как бы своими такими методиками это охладить тело обеспечить покой и обильное питье но обязательно нужно своевременно начать лечить кожу вот как бы покраснение можно так сказать это нужно использовать средства которые снимают воспаление и улучшает регенерацию кожного кожного покрова Рудия Арафикова тогда вот скажи пожалуйста вот мы лекунемся лечение при ожогах тогда соответственно вопрос будет такой а есть же народные какие-то средства может быть использовать вообще вот то что под рукой есть как обычно люди говорят там может быть там сливки да и сметаны так вот людям стоит использовать народные средства можно ли их использовать или может все-таки действительно есть какие-то лекарственные препараты Какие-то мази, крема, которые действительно лучше использовать в этом случае? Ну, конечно, с медицинской точки зрения все эти народные средства, конечно, не в самом лучшем способе их использовать. Потому что вот тот же самый, например, миф о сметане. Это как бы это совсем преувеличение в каком смысле. То, что вот жир, который содержится непосредственно в сметане, он на коже образует липидную плёнку. То есть непосредственно вот эта вот плёночка, она очень губительно как бы влияет на кожу. Каким образом? То, что накапливает в себя всякие бактерии, ну, можно сказать, вызывает бактериальную инфекцию. То есть опасно тем, что присоединяется вторичная инфекция. То есть народные средства как бы нехорошо использовать и не нужно. Хорошо. Рузя Равкин, тогда вот ещё такой вопрос. Есть люди со смоглым типом кожи, есть светлые, да? Есть ли какой-то критерий, всё-таки отличие нахождения под солнечными лучами вот именно со светлой кожей и с тёмной кожей? Может быть, как-то вот прям такие советы дайте, пожалуйста. Ну, во-первых, да, обязательно не имеет значения, какой тип кожи нужно использовать солнцезащитные крема. Но обязательно нужно солнцезащитные крема использовать в зависимости от того, какой тип кожи. У нас тип кожи от светлой, это когда боли подвергаются солнечным лучам, то есть ожоги больше всего развиваются, и смуглая кожа. И тут вот в зависимости от этого уже и выбирается солнцезащитные крема. Солнцезащитные крема существует у нас несколько типов, со слабой, и с низкой, и со средней степенью активности. И вот эти вот защиты, это больше для смуглой кожи. А для светлой кожи нужно выбирать с высокой активностью. А вот SPF 15, 20, 30, это как раз из этой области. SPF 15, 20, 30, это предпочтительная для смуглой кожи. Для светлой кожи нужно выбирать SPF от 40 до 50 единиц. Скажи, пожалуйста, а вот еще такой вопрос, дети, да, дети, все-таки вот есть такое мнение, что все-таки нет необходимости детям находиться вот длительное время тоже под солнечными лучами, и взрослые менее как бы подвержены правильное воздействие. Есть какая-то вот критерия, отличие тоже для детей именно, и для взрослых, нахождение под солнечными лучами именно? Конечно, чтобы защитить малыша от ультрафиолетового облучения, в первую очередь нужно использовать солнцезащитный крема перед выходом на улицу, где-то за 15-20 минут. И должна быть максимальная защита, где-то от 20 до 35 единиц. Обязательно использовать головные уборы, и обязательно, если детки маленькие, до 2-3 лет, нежелательно, чтобы они находились под прямыми солнечными лучами. Обязательно в жаркую погоду очень нужно давать обильное питье, чем чаще, тем лучше, чтобы вода была чистая, негазированная вода. Русляевка, скажите еще, вообще вот загар, да, вот сам по себе, ну ожог, скажем так, мы уже подошли к области ожога именно, солнечного. Вот при какой степени все-таки ожога стоит обратиться к врачам-специалистам? То есть не лечиться дома, а именно вот и обратиться уже к врачам, к докторам, может быть, к вам в клинику или в поликлинику можно обратиться. И к каким врачам нужно обратиться? Ну, во-первых, различают несколько степеней ожога. При первой степени ожога, это когда незначительная эритема, можно обойтись как бы домашними лекарственными средствами. Это вот наружная крема на основе пантенола, декспантенола. Но если уже ожог 2-3-4 степени, то есть появление волдырей, выраженной инфильтрации, то есть инфильтрация покраснения, то уже нужно немедленно прибегать к врачам. Это либо дерматовенерологи, но если уже сильная площадь, очень как бы большая площадь поражения, то уже к ожоговым. Ну и, наверное, тоже вот вы сказали на коже проявления, но, наверное, будут еще и клинические какие-то проявления, да? Конечно, клинические. Повышение температуры, болевой синдром, то есть об этом тоже. Обязательно, тошнота, рвота, общая слабость. Это все будет присутствовать. Если есть какие-то вот эти вот все симптомы вышеперечисленные, то немедленно нужно обратиться к врачам. Если человек испытывает какие-то симптомы интоксикации, по-другому не назовешь, это и есть симптомы интоксикации, потому что как раз вот этими солнечными ожогами проявляется, токсины идет в кровь и проявляется такими вот вещами, да? Ну, в принципе, мы раскрыли с вами тему, да? Я думаю, что люди будут беречься, будут больше обращать внимание на вообще на то, что насколько долго можно ходить с подсолнечными лучами. И самое главное, что я хочу, чтобы они тоже знали о том, что всегда можно обратиться к медикам. Не надо дома заниматься самолечением самостоятельно. Или терпеть даже вот ту же боль, там какие-то проявления на коже. Непосредственно можно обратиться или в поликлинику по месту жительства, где, в принципе, во всех есть и больницах, и в поликлиниках есть дерматовенерологи, да? Которые или даже и терапевт может сначала посмотреть, да, потом уже направить дерматовенерологу. И, как правило, вот я хочу тоже такую тему затронуть с вами, в принципе, ведь человек, когда воздействие идёт под прямыми солнечными лучами, бывает так, что ещё и получается, помимо кожных проявлений, ещё и какие-то тепловые вещи, да? Конечно, да. То есть перегревание организма, то есть вот идёт, да, наверное, какая-то мацерация кожи, да? И в целом человек может даже вплоть до какого-то там криза, да, тоже получить сосудистого, да? Конечно, конечно, очень честно. То есть не только проявления на коже могут как-то появиться, да? А ещё и такие вещи клинические могут появиться, поэтому на солнце надо загорать, можно загорать, да? Но всё-таки умеренно, знать в какую меру, правильно загорать. И я думаю, те советы, которые мы сейчас дали телезрителям, они, наверное, помогут им в этом. Розеля Аравьковна, а вот кроме температуры, как говорится, на улице, зачем ещё можно наблюдать вообще, на что нужно обратить внимание, когда смотришь прогноз погоды? Ну, обязательно нужно обратить на ультрафиолетовый индекс. Если он превышает больше 4, то нужно, ну, желательно оставаться дома в пик солнечных лучей, это где-то с 10 часов до 16.00. И обязательно, если даже вы соберётесь куда-то выйти, то обязательно использовать солнцезащитные крема. Розеля Аравьковна, а вы ещё скажите такой вопрос. Вот есть такое мнение, что вот вроде бы в тени находится, когда человек, да, он тоже всё равно на него воздействует, прямые лучи солнца. Это на самом деле так? Да, это на самом деле так, потому что вне зависимости от того, даже в тени или под зонтиком, всё равно солнечные лучи, они в любом случае будут... Розеля Аравьковна, скажи, пожалуйста, а вот есть ещё вот вообще так называемая группа риска всё-таки, да? Есть такие категории пациентов, у которых, может быть, есть какие-то кожные проявления или есть даже кожные заболевания. Вот им какие бы вы дали советы по отношению к солнечным лучам вообще и нахождению на солнце? Ну, те пациенты, которые уже длительно страдают кожными заболеваниями, они уже, конечно, знают о своём состоянии и они будут правильно защищать свою кожу от солнечных лучей. И при сильных солнечных лучах они уже как бы не будут популяризляться. Ну, то есть доктора на приёмах уже дали такие рекомендации, да? Да, уже как бы рекомендации им даны, да. Но если у человека склонность, ну, это в основном у светлокожих, если у них частое проявление ожогов, то, конечно, лучше оставаться дома. Ну, вот я даже знаю такие заболевания, такие очень известные, псориаз, витилиго, да? С витилиго, конечно, с заболеванием витилиго это вообще солнечные лучи как бы противопоказаны. Даже если пациенты будут находиться с такими заболеваниями, то обязательно нужно использовать, ну, стараться на открытых солнечных лучах, конечно, не появляться. Даже если где-то загорают они в тени, то это обязательно использование солнцезащитных кремов. Ну, то есть такие простые рекомендации, всё-таки они необходимы. И, как вы уже сказали, доктора во время приёма, когда принимают таких пациентов, лечат, они всё это обговаривают и говорят это в рекомендации. Скажи, пожалуйста, вот просто произошло воздействие прямой прям солнечных лучей на лицо. То есть это область глаз, вот именно область лица, да, то есть, может быть, щеки, там, носогубный треугольник. Что по этому поводу можете сказать вообще? Чем это чревато и, может быть, какие-то особенности есть при этом ожоге? Ну, во-первых, это всё будет зависеть от степени ожога непосредственно на лице. Если, конечно, первой степени, как мы уже говорили ранее, то нужно использовать увлажняющие крема. Но если это уже более серьёзное, как бы, последствия ожога, то нужно обязательно обратиться к врачам. Если происходит поражение глаза, то есть солнечный ожог глаза, то немедленно нужно обратиться к офтальмологам, чтобы не было тяжёлых осложнений и в связи с ухудшением состояния общего. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые телезрители, вот такой разговор о медицине у нас сегодня произошёл. Я думаю, вы много узнали сегодня полезного, интересного. Я всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.